здравствуйте меня зовут светлана я общаюсь с вами из города перд в западной австралии и я хочу я люблю парфюмерию их сегодня хочу поговорить о парфюмерных скандалах почему меня задела эта тема потому что иногда парфюмерия и духи которые я люблю почему-то всплывает в интересных историях которые никто бы даже заранее не придумал если бы даже развивал какую-то маркетинговую стратегию сегодня я хочу поговорить о об отравлении сергея юлии скрипаль вы знаете наверное что в марте 2018 года года в городе солсбери два бывших русских бывших русских один бывший русский гражданин и его дочь вот собак она пришла попали в больницу в городе солсбери их нашли на лавочке в общественном месте без сознания у юли шла пена изо рта я постараюсь не политизировать эту историю вообще да у меня есть своя позиция что я думаю что я не думаю я вам буду рассказывать только факты вот эти товарищи двое попали больницу сергей скрипаль был сотрудником спецслужб в россии и был осужден за государственную измену насколько я понимаю он передавал сотрудникам британской разведки и был осужден за измену родине на тринадцать лет потом его обменяли на сотрудников пока поделал шпионажи в россии обменяло обмен пленными произошел и вот товарищ скрипаль попала пике и великобританию и начал дать продолжать работать на британскую разведку он был помилован в россии он работал в школе ми-5 это британская разведка и обучал разведчиков как ловить российских разведчиков ну я бы сказала я удерживаюсь от оценок не самое наверное зайти который говорит о любви к родине в общем вот что случилось с ними у него был дом дом солсбери у него был автомобиль bmw 300 серии и дочь приехала к нему из россии повидать отца они сходили в ресторан перед этим они зашли домой после ресторана они вышли решили на скамейке посидеть отдохнуть и там их уже нашли без сознания юлия пришла в сознание в конце марта сергей пришел в сознании в мае куда они исчезли мы не знаем по слухам они же проживают в новой зеландии под новыми именами с новыми паспортами в отравлении обвинили двух граждан россии господ петрова и баширова которые как оказалось по данным по данным британской разведки является является сотрудниками гру все ищем в википедии потому что если я сейчас начну вдаваться в детали я наверное что-то политизирую и начну склоняться на какую-либо сторону этого я не хочу делать почему я об этом говорю потому что в июле того же года попала в больницу с отравлением гражданка великобритании и ее друг я так понимаю они или очень бедные или бездомные потому что они отравились ядом которые нашли когда рылись мусори и подозревают что яд был яд содержался в флаконе духов которые они нашли мусори и брызнули на руку как мы все парфманьяки любим и не парфманьяки любим делать ничего смешного в этом нет гражданка погибла во флаконе и с духами нашли боевое отравляющие вещество которое сейчас называют новичок это целая серия фосфата органических отравляющих веществ похожих на зарин которые употребляли не употребляли а использовали для поражения противника во время первой мировой войны это запрещенное химическое оружие это запрещено химическое оружие как она туда попала я не буду вдаваться версии версии очень много начиная от того что это совершили сотрудники российских спецслужб петров и баширов заканчивая тем что западные спецслужбы могли в этом поучаствовать и насколько связано это отравление скрипалей отравление гражданки великобритании большой вопрос но флакон с духами гражданка великобритании нашла примерно 10 километрах от города солсбери так вот о чем же хотелось бы поговорить духи и назывались премьер ну первый день от не на ричи вот именно в такой такой коробочке очень похожие они были найдены гражданка великобритании внутри находилась самодельный спрей с такой длинной насадкой для распыления не как у нормальных духов на нем была наклейка премьер журни на ричи и это было совсем не похоже на премьер журни на ричи так вот такой красивый флакон давайте поговорим про аромат сначала этот аромат был выпущен в 2001 году авторы софи лабе и карлес бенейм я недавно это парфюмер упоминала он создал очень много легендарных ароматов и вот я считаю премьер жур он легендарный хотя бы потому что видимо он останется в истории ну наверное очень долгое время после связи с таким событием насколько я понимаю британия не хотела чтобы эта история распространялась и старались вывести бренд и на за наименование духов из-под удара это вам не кардашьяны которые могут вам из воздуха два миллиарда долларов сделать если бы такая история случилась чем-то от кардашьянов то продажи этого сразу бы взлетели ну и конечно я не кардашьян очень жаль я не умею так рекламировать как они но вот мне захотелось об этом поговорить вот такой красивый флакон красивый распылитель вот такая крышка она пластиковая но она очень качественная вот такой дырочкой а вот такой сдвинутый цилиндр нота аромата горошек сладкий горошек первая нота мандарин орхидея и ваниль но вы знаете что орхидея это тоже ваниль поэтому очень часто когда говорят об орхидеи подразумевает ваниль и иногда наоборот я вот не чувствую ваниль здесь она таким фоном идет очень мягким раньше я недавно переехала в новый район когда жила в другом районе и ездила на работу на поезде возле станции поезда есть кафе и там женщина ухаживает за очень красивым цветником от кафе там растет вот этот душистый горошек и вы знаете это просто фотореалистичный горошек только еще лучше потому что он на шикарной базе из мускуса сандала амбры и ванили очень рекомендую сейчас я не знаю снят или не снят его еще можно купить я его купила недорого онлайн на австралийском веб-сайте вот такая красота прекрасно на работу прекрасно летом прекрасно днем зимой наверное нет это все таки скорее лето и весна может быть начало осени зимой слишком акватично будет вот такая коробочка то та коробка которая участвовала в деле скрипалей была признана поддельной но она была очень похожа прям прям купе дальше у меня вот несчастье случилось у меня что-то с обаянием обонянием произошло я купила духи и ирмиссанс серверный пермиссанс ваниль галан и мне они почему-то пахли селедкой я думала что это что-то с духами но потом буквально вчера я приобрела артизан парфюмер ванил хаван ваниль гаванская ваниль и мне тоже там была селедка я сегодня пошла в театр и воспользовалась джо малон роза и ваниль розовая вода и ваниль и тоже там была селедка вот я поняла что дело не в ароматах меня что-то там заклинило временно надеюсь такая вот печаль а попробовала спири спиричу дабл ваниль герлен селедки нет слава богу хотя бы где-то нет селедки вот тут селедки тоже нет в этой ванили прекрасно и вот когда-то примерно наверное больше года назад случайно мне вот осталась вот такая вещь я как зачем ты ее купила даже не совсем понимаю что это это не на ричи премьер жур такой же аромат как тот фланкер называется пор пору пор лет и пол лет летние издания а вот это такой аромат ирисовый он не такой сладкий в нем все-таки есть вот это вот премьер жур нота но вот горошка я здесь не чувствую цитрусовые тоже куда-то ушли он такой более строгий ирисовые более мускусные пап на фрагрантики его нет но если вам попадется можете попробовать он такой и в первый мир поэтому всегда его нужно использовать я думаю никого не обидит никого не придушит такой универсальный аромат осмотрите флакон какой как нефти растекается или топлив бензин бензин по воде шикарно так вот я вот все думала 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 почему все таки поддельные вот это то есть если это сделали два русских спецслужбиста почему они ехали почему они выбрали женские духи то есть почему они не выбрали мужской одеколон вот это очень женские духи они даже не и не секс вот дом буду дальше думать но вам рассказала если у вас я думаю что если он еще не снят и вы скоро снимут на фрагрантике у него достаточно высокие оценки выше четверки для меня тоже такой универсальный аромат я не вижу что очень много ароматов с душистым горошком и вот это вот такой вот хороший горошек практически фотореалистичный очень высокое качество аромата жаловаться не на что то есть нужно было мне не речи и как-то подхватывать скандальную историю со своим ароматом и говорить также о том что не покупайте фейковые ароматы вот покупайте проверенные от дистрибьютора от проверенных веб-сайтов а то брызните на себя и вот там что-нибудь получится спасибо до свидания